Женская команда гонбольного клуба «Гомель» вышла в 1-8 финала Кубка Вызова Европейской Гонбольной Федерации. В третьем раунде квалификации гомельчанки в двухматчевом противостоянии были сильнее литовского «Жальгереса». Преимущество в четыре мяча, которое «Гомель» добыл на поле соперника, позволяло чувствовать себя перед домашней игрой довольно уверенно. К тому же дружина Томма-Жетчаттера сейчас в почти максимальной боевой готовности. Из ключевых игроков отсутствует только левая крайняя Ирина Дронова, которая восстанавливается после травмы. Первый тайм гомельского поединка получился довольно нервным. Хозяйки площадки вели в счете, однако судьи не скупились на удаление. Почти треть тайма гомельчанки провели в меньшинстве. К тому же два двухминутных штрафа в свой пассив записала главный бомбардир команды Наталья Котина, что вынудило ее играть более осторожно, особенно у своих ворот. Еще одно удаление отправило бы гонболистку досматривать игру с трибуны. А равноценной замены на ее позицию у Томма-Жетчаттера не было. Несмотря на это, на перерыв гомельская команда пошла с преимуществом в три мяча 15-12. Сейчас они разгонятся и покажут свою игру. Девчонка играет спокойно, только единственное, немножко в защите есть такой легкий сумбур. Сейчас, я думаю, подкорректируют, там тренер поправит их и все будет нормально. После перерыва литовские гонболистки быстрее вошли в игру и подобрались к хозяйкам на расстоянии одного гола. Такой ход событий вынудил гомельчанок встрепенуться. И вскоре они вернули себе контроль над тем, что происходит на площадке. Иногда преимущество хозяек доходило до шести голов. Однако после финальной сирены табло зафиксировало все те же, что и в Литве неделю назад, плюс четыре в пользу Гомеля. Чуть-чуть нервничали и не все получилось с первых минут. Может быть, потому что большая ответственность все-таки дома. Хотелось показать хорошую, достойную и красивую игру в первую очередь. Из-за этого допустили достаточно много таких технического брака. Поэтому еще был качель, скажем так. Что касается наших нападений, не стыкло все так, как бы я хотел. И они сами. Просто много технических ошибок, быстрых бросков, непонятных поворотных. Ну, в принципе, довольны. Соперник Гомеля по одной восьмой финала Кубка вызова станет известен после жеребьевки. Пока же гонбалистки отправились в состав сборных для подготовки и участия в квалификации чемпионата мира 2019 года. Томас Чаттер вызвал под знамена белорусской команды шесть гонбалисток Гомеля. Наталью Котину, Кристину Охраменко, Викторию Шамановскую, Ирину Мокот, Ирину Трезной, Екатерину Селицкую. Анна Редька и Леся Смолин кот были в расположении сборной Украины.